друзья всем привет сегодня видео по поводу обслуживания мирки приезжал ко мне официальный представитель с технологом и говорит показали кое-какие моменты руки обязательно расскажу всем потому что я реально о них не знал в русскоязычном доступе их не встречались они мне и оказываются они такие очень важны также взял себе ds в дальнейшем будет показан в работе что к чему как и почем а сейчас по мирке по д 1 работает она у меня в общей сложности скажем так год фактически работы проблем никаких у меня с ним нет но взяв руки ребята я сразу говорит неси ключик сейчас посмотрим как ты ей работаешь также скачал программу чтобы зарегистрировать инструменты получить на него плюс один год гарантии из три года гарантия идет на мерку и здесь по машинке сейчас пару интересных моментов покажу моменты интересны в таком плане первое как ухаживать за машинкой понятно что ее надо периодически продувать потому что люки хватает ну это самое простое что можно сделать далее берем ключ который идет в комплекте и открываем подошву я ни разу не снимал подошву с машинки смотрим что тут в каком состоянии само собой это все надо дело короче это все надо почистить почистил сейчас соберу ее обратно проверим на программе уровень вибрации по программе что на что нам она покажет потому что я когда как я знал что есть программа которая по bluetooth с машинками соединяется и показывает что там происходит ну как там значит не до нее что ли было скрытать и еще тут пару нюансиков расскажу по по самому что надо уже мне сделать на этой машинке есть такая программа май мирка скачиваем ее в app store или там google play здесь разная информация регистрируемся регистрация инструмента вот этот значок вводим все данные которые спрашивают они есть на коробке и появляется еще плюс год гарантии далее подключение инструмента так выключенном состоянии как он говорил подержать плюс и загорелся bluetooth значок и сразу появился дероса здесь нажимаем подключение обычно горела всегда эта лампочка сейчас загорается это выключенном состоянии нажать надо включение плюс одновременно и подержать так соединение установлено нас интересует вибрация также есть скорость но этот у нас недоступен это для производства включаем чуть запозданием идет с обороты чуть сбавлю чтобы было четко видно то есть вибрация небольшая так сделала камеру направлю чтобы видно было добавляю оборотов вибрация как бы становится сильной что у нас тут интересует что мне было довольно таки удивительно это предупреждение скажем так опасности уже для здоровья то что вибрация как бы становится сильной что нас тут интересует что мне было довольно таки удивительно это то что я всю жизнь этой машинке целью защиты инструмента работают с проставкой защитной проставкой идет в комплекте если сейчас включить этот же инструмент без защитной проставки без наждака то то есть те же самые обороты и вот смотрите как долго крутится тарелка она должна довольно таки быстро останавливаться сама по себе то есть у нас элементарно вот это вот толщина плюс наждак дают уже нихрена себе какую вибрацию если поставить 5 миллиметровую а еще больше 10 миллиметровую да с крупным наждаком вибрация становится вообще бешеный уходит в в красную зону что как оказалось для этого нужно для этого он говорит в комплекте ешь и берешь есть болтики есть болтики в комплекте говорю смотри для чего то есть без защитной проставки в основном на голове да то есть по чистой подошве наждак одевать ничего менять не надо в настройках машинки если часто работаешь с проставками мягкими либо же с постоянно защитной подложкой то в комплекте есть винтик и гаечки здесь есть одно запасное отверстие это отверстие нужно для того чтобы туда вкрутить еще один болтик длинный это если работаем только защитной проставкой мягкие не одеваем если одеваем мягкие то нужно добавить по одной гаечки на вот эти вот саморезики винтики внутренние и вкрутить один винт скажем так от балансировать затянуто этим сейчас мы и займемся и хрена себе не держит они там на фиксаторе резьбы залиты пошел и здесь коротенькие должны быть то есть в комплекте идет они тоже длинны такие же по длине то есть на него сейчас накручиваем гаечку и вкручиваем его вниз выкручиваем хотя этот можно оставить на этот накрутить и загнать само собой сделать тесты и вибрация должна серьезно прямо таки стать меньше это там сейчас и проверим и еще момент долго уже останавливается тарелка она должна остановиться довольно таки быстро на защитной на проставке этой подложки как ее называют господь на чашки на самой на оси стоят такие шайбы дистанционные одну шайбу выкидываем еще остается там две в запасе это нам приближает вот эту тарелку ближе к резинке само собой пыль от вот лучше потому что отсутствует подсос и это же резинка служит стопором тормозом так сказать так ставим сразу защитную проставку нам интересно на тех же оборотах с тем же наждаком проверить насколько у нас еще вибрирует включаем открываем программу сейчас он показывает или нет то есть у нас вибрация вообще ушла из желтой зоны и даже не доходит до пиковой зеленой я сейчас попробую еще одну гайку подкинуть посмотрим на результат в общем не смог я открутить один винт я уже разные инструменты пробовал закис потому что машинка все таки уже поработавшие поэтому рекомендую кто покупает свежий инструмент сразу брать его настраивать под ваши стандарты работы допустим я постоянно работаю с мягкой проставкой и защитные подложки вообще на постоянку поэтому вот если бы я сразу настроил прикиньте какое количество времени у меня инструмент отработал в меньшей вибрации первое это меньше нагрузка на руки второе это меньше нагрузка на подшипник самой машинки это очень важно это ресурс машинки в принципе понятно что постоянно работать с программой это неудобно некомфортно но чисто сделать настройки чтобы видеть как вы будете в дальнейшем работать это очень удобно по скорости давайте сейчас посмотрим все меньше некуда это минималочка получается минимальное что 4000 но ниже некуда увеличиваем на одно положение увеличил это пять тысяч еще на одно положение это шесть тысяч ну получается каждое касание кнопки это тысяч оборотов да каждое касание кнопки я в среднем работаю то есть у меня средний час у меня средняя от пяти до шести тысяч то есть это это моя рабочая как бы нагрузка мне так удобно работать все больше нам тут как такового в программе ничего делать не нужно отключаем bluetooth выключаем машинку и в обычном положении она работает без блютуза как бы вам не нужен все на этом у меня все очень я сегодня был удивлен той информацией которую мне дали спасибо огромное ребятам теперь инструмент будет работать отбалансированным ну а в дальнейшем у нас ds на постояночку у нас роз приобретен на постояночку сейчас готовится пакет информации для подписчиков в украине на приобретение инструмента мирка по промоходам есть сразу наперед забегу очень интересные позиции правда в ограниченном количестве но цены будут шикарны это чуть позже и это чуть позже обязательно подписываемся на инстаграм это чуть позже первым будет там всем пока